привет всем меня зовут лидия и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас очередное болтательное видео и в этом видео мы подведем итоги косметические итоги 2023 года но когда их еще подводить нежели по самый новый год в прошлом году в примерно это же время я выложила видео про мои косметические хотелки на двадцать третий год ссылку на это видео я оставлю в описании под этим роликом поэтому после того как вы посмотрите этот ролик можете перейти по ссылке и освежить свою память и посмотреть что я там себе на хотела на двадцать третий год ну а в этом видео мы быстренько пройдемся по всему списку моему хотелок и пас и отметим то что я купила или же то что у меня отменилось или же перенеслось на следующий год если подобное видео вам интересно то заваривайте себе чашку 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 кофе а мы начинаем прошлогодний мой список начался с этого продукта сара чабман и это миза роллер это вот их такая система в этом году я себе ее повторила потому что мне очень понравился результат в прошлом году я тоже снимала ролик по вот этой системе но к сожалению каким-то мистическим образом я не знаю каким самое главное большая часть этого видео пропала и я очень расстроилась и в итоге решила этот ролик вообще отменить и не снимать надеюсь что в этом году такое несчастье не повторится второй раз и я все-таки сниму вам ролик на вот эту систему миза роллеров от сары чапман вот так это все выглядит дальше в моих хотелках была еще одна большая и дорогущая вещь это лет маска на момент запись того ролика я еще не определилась какую из масок буду покупать я рассматривала несколько но звезды так сошли что на время покупки на одну из моих рассматриваемых маск масок была скидка в 50 процентов и это послужило определяющим фактором я приобрела себе вот такую маску пользуюсь их от киор пользуюсь ей уже год она все еще прекрасно работает и мне безумно нравится дальше в списке моих хотелок были ароматы первым стоял делина эксклюзив к сожалению здесь у меня звезды не сошлись и я до сих пор не приобрела полноразмерный вариант у меня есть только отливант но я все еще не теряю надежды и очень хочу его купить но для меня просто принципиально выловить его на скидке и к сожалению вот со скидкой именно на вариант эксклюзив пока что не складывается но я надеюсь что в двадцать четвертом году это наконец-то свершится дальше в списке хотелок у меня был аромат дюсон здесь уже все повеселей он у меня есть это замечательный аромат который можно использовать на мой взгляд любое время года в любое время суток как на каждый день таки на выход наслаждаюсь этим ароматом третья хотелка ароматов для меня было аромат от кильян мунлайт инхэва на тот момент я еще была незнакома с ароматом но за двадцать третий год мне удалось его найти в магазине попробовать и я поняла что он хоть и приятный но в линейке кильян есть ароматы поинтереснее и поприятнее именно для меня поэтому я переобулась в воздухе и поменяла хотелку и я приобрела good girl для меня это один из самых приятных самых интересных ароматов в линейке кильян поэтому не знаю как считать эту хотелку исполнила я ее не исполнила в любом случае мунлайт я пока что покупать вообще не собираюсь есть другие ароматы и у кильян которые мне понравились больше и кроме девочки и еще одна ароматная хотелка которая не исполнилась это луна от пенталегон тоже пока что звезды не сошлись и я ее не выловила за приятную цену но все-таки это хотелка остается действительной и если мне повезет возможно я этот аромат все же приобрету в двадцать четвертом году по ароматам все больше ничего не хотела ничего не желала ну кстати за 23 год приобрела больше ароматов чем было вот в этом списочке давайте дальше пройдем по моим косметическим хотелкам во первых я хотела приобрести масло для зоны вокруг глаз от медикейт или же приобрести крем с ретинолом для зоны вокруг глаз для от бьюти пай и эти два средства я хотела приобрести на замену дорогущему средству от медикейт вот этому вот так это все выглядит но моя жизнь сложилась так что замену мне искать не пришлось потому что я купила оригинал на который искала замену просто вышло так что у меня были подарочные сертификаты и на один из подарочных сертификатов я приобрела эту штуку потом мне эту штуку дарили и я ее очень экономлю и вот как-то 23 год не удалось полностью закрыть вот этой штуковины кстати она уже пустая закончила я ее вчера это грусть печальная потому что больше вот таких дорогих подарков или же сертификатов не намечается и возможно мне придется приобрести какую-то замену ему но на данный момент я не уверена что это будет масло потому что масло не самая моя любимая текстура может быть я поищу что-то третье на замену этой штуке ну или же все-таки решусь зажмурусь и оплачу заказ новый заказ этого средства крема для зоны вокруг глаз то не исполнившиеся хотелки но все-таки я приобрела средства получше так что не знаю не могу по этому поводу очень грустить еще две мои косметические хотелки были два бюджетных средства это бальзам для снятия макияжа от эльф и крем увлажняющий крем от не утра дина water cream по моему называется оба средства я не приобрела потому что в двадцать третьем году я покупала очень много бьюти боксов и бьюти бокса фактически меня завалили как раз увлажняющими кремами различными сыворотками и бальзамами для снятия макияжа в запасниках у меня этих позиций очень очень много и в принципе меня душит жаба покупать средства которые мне в данный момент не нужно но я от идеи купить эти средства не отказываюсь если мы запасники немного опустеют то скорее всего я их приобрету и кстати если я заговорила уже про запасника кто у меня вопрос если у вас желание покопаться вместе со мной в запасах моей уходовой косметики потому что вот я как раз на днях собираюсь ее убирать красиво разлаживает и по этому случаю могу снять видосик для вас этому нужно ли вам это пожалуйста напишите в комментариях думаю что должно выйти довольно таки интересное видео я хотела познакомиться поближе с некоторыми средствами от эко кукинг эко кукинг меня заинтересовала это линейка но все же тоже в двадцать третьем году не сложилось я больше ничего не покупала от этого производителя кстати очень жаль возможно в двадцать четвертом году что-то куплю также в моих отделках была энзимная пудра от бабар я ее хотела купить на заметном своей энзимной пудры от фармаси но случилось так что в одном из бьюти-боксов была энзимная пудра от фармаси а как мы знаем что энзимная пудра растрачивается очень медленно поэтому в двадцать третьем году у меня вообще не было необходимости покупать любую энзимку кстати той пудры от фармаси в банке осталось еще довольно таки много то не думаю что я какую-то энзимку буду покупать и в двадцать четвертом году но по моему декоративных хотелок у меня в том видео больше не было но был список желаемых средств ухода за волосами первым пунктом там по моему стоял вот такой пилинг химический пилинг для скальпа от drunk elephant ну как вы видите он у меня есть я его приобрела не так давно ну вот впрыгнула в последний вагон уходящего двадцать третьего года чтобы исполнить эту хотелку кстати пилинг мне понравился он рабочий приятный пока что самые лучшие впечатления о нем я думаю что покупку захочу повторить и еще одно средство которое было у меня в хотелках это масло для волос от мар марокон ойл хотела его протестировать на данный момент банки у меня нету потому что я закончила но в двадцать третьем году у меня была возможность попользоваться этим маслом мне она понравилась мне понравился аромат мне понравилось его действия на данный момент у меня есть масло для волос кстати который я тоже получала где правильно в бьюти-боксах но я не против на замену вот этим маслом которые сейчас пользую затем после их окончания купить марокон ойл потому что мне реально понравилось дальше несколько средств которые я не купила первая моя хотелка было какое-нибудь средство для волос от солдите мира с ароматом бам-бам крема а вторая хотелка это была маска для волос от бред ни то ни другое я не купила маску не покупала потому что бьюти-бокс и меня очень хорошо снабдили масками для волос у меня просто не было необходимости покупать маски за 23 год я не приобрела ни одной маски для волос вне бьюти-бокса и так хотелка все еще действительно когда-нибудь я обязательно приобрету эту маску и протестирую потому что любопытство меня все еще гложет и также я ничего не покупала а цел для джинира для полос даже не знаю почему эти средства я хочу только из-за аромата и когда я выбираю себе вот что-то для волос то я обычно обращаю внимание на другие характеристики и приобретаю что-то другое что-то более полезное для волос каким-то более ярко выраженным эффектом но все же порадовать приятным ароматом себя хочется возможно в двадцать четвертом году я все же что-то себе для волос и приобрету время покажет дальше в моих хотелках был был крем для тела от капари и дезодорант от капари ничего из этого я тоже не покупала даже не знаю почему вот всегда выбирала другие дезодоранты вот сейчас у меня как раз закончился дезодорант мне нужно оформлять покупку нового и возможно я куплю капари тогда все таки не в рамках этого видео ну в рамках 2023 года я эту хотелку успею исполнить крем для тела от капари я пока что покупать не буду потому что у меня в запасниках кремов для тела очень много но все же когда-нибудь вот когда-нибудь я все-таки эту хотелку исполню и посреднее средство которое было у меня в списке моих хотелок на 23 год это масло от dior и я его купила кстати я забыла его взять подождите секундочку покажу я вернулась нашла масло своих закромах вот такой цвет какой вес цвет 015 приятный розовый пользуюсь с удовольствием на губах он не слишком яркий но очень комфортное масло не липкая наслаждаюсь им по полной программе ну вот и все вроде в моих хотелках на 23 год больше никаких средств не было надеюсь что я ничего не забыла как видите не все хотелки я исполнила ну да и ладно такого даже такой цели у меня не было подобные списки у меня носят рекомендационный характер и так как я обладаю девичьей памятью обычно ими пользуюсь во время заказа какой-то продукции на сайте чтобы я не забыла чего я хотела все-таки думаю что я еще на канале оставлю список своих хотелок на 24 год думаю что видео должно быть довольно таки интересном а хотелок у меня вагоне маленькая тележка надеюсь что подобное видео вам будет тоже интересно кстати вы составляете такие списочки хотелок для себя или это же я одна такая странная на этом думаю что буду с вами прощаться пожалуйста если вам понравилось это видео то подпишитесь потому что на канале выйдет еще несколько видосов подобного формата то есть хотелками на 24 год и думаю что еще сниму ролик с самыми большими разочарованиями в косметике на 23 год и самыми и самыми клёвыми находками косметическими за 23 год и если подобные видео вам интересны пожалуйста подпишите чтобы точно ничего не пропустить и кстати за каждую подписку за каждый лайк за каждый комментарий я вам безумно благодарна они реально очень помогают продвигать мой пока что еще молодой и немногочисленный канал и вдохновляют меня на съемку больше видео большое вам спасибо ну а на этот раз я с вами прощаюсь до новых встреч ребята всем пока пока